Так кто же настоящий оппозиционер в Украине? Как известно, партия регионов раскололась на две части. Остановитесь! На оппозиционную платформу «За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко и оппозиционный блок Вадима Новинского и Бориса Колесникова. Попробуй разберись, кто из них самый оппозиционный. В первую очередь у нас идеологические расхождения. О том, что мир – это американцы, вдумайтесь, должны договориться с Россией. Не Киев официальный должен договориться с Донецком и Луганском. Мы видим Украину независимым государством, без любого внешнего управления. После выборов в Украине вообще трудно понять, кто оппозиция, а кто власть. У двух этих политических сил, у блока и у платформы, даже главные политические лозунги практически одинаковые. Главный лозунг – это достижение мира с Российской Федерацией путем компромисса. Поэтому неудивительно, что даже их избиратели не всегда могут понять, а в чем же разница. Даже список претензий у этих политических сил друг к другу практически одинаковые. Мы не смогли договориться. Не смогли договориться, потому что во главе угла этих людей, о которых вы сейчас говорите и спрашиваете меня, были бизнес-интересы. А Медведчик пять лет назад не был кумом Путина. А почему война? А почему она до сих пор не закончилась? Потому что это выгодно. Они администрируют любые потоки и товаропотоки, которые пересекают линию соприкосновения или границу с Российской Федерацией. Группу Новинского-Колесникова обвиняют в близости к действующей власти и к олигарху Игорю Коломойскому. Ведь недавно этих двух оппозиционеров решил поддержать мэр Харькова Геннадий Кернис. И его партия доверяет делам. Ну, наверное, Игорь Коломойский заинтересован в том, чтобы в Украине рождались хорошие проекты политические. Если мы не чужды новой власти, а мы собираемся только помогать новой власти, мы, наверное, конечно, хотим быть в коалиции. Оппозиционную платформу «За жизнь» Медведчука ее оппоненты обвиняют в связях с бывшей властью, с Российской Федерацией и даже в связях с радикальными националистами. В списках партии «За життя» оппозиционная платформа находятся яркие, я бы сказал, нацисты. Это даже нельзя назвать националистами. Ведь в списке Медведчука довольно неожиданно на 31-м месте оказался бывший советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Илья Кива. Он стал широко известен благодаря своим праворадикальным взглядам и радикальным высказываниям. Судя по составу избирательных списков, эти выборы будут далеко не первой схваткой между платформой Медведчука и блоком Новинского-Колесникова. Избирательный список Новинского-Колесникова возглавляет Евгений Мураев, бывший собственник телеканала Ньюзван. В декабре 2017 года этот канал оказался под давлением праворадикальных групп, якобы из-за того, что его собственник Мураев заявил о том, что события на Майдане 2014 года были государственным переворотом. Тогда нынешний оппозиционер Кива призвал блокировать телеканал. В своей прошлой политической жизни Кива был очень резок к политикам, которых называют пророссийскими, и к их телеканалам. Весной 2018 года правой организации, движения и просто отдельные активисты, близкие к Дмитрию Корчинскому, организовали блокаду другого телеканала «ЗИК». Для меня Корчинский, он же не просто друг, он для меня в какой-то степени и учитель. Они блокировали его из-за якобы готовящейся продажи этого телеканала нынешнему партійному боссу Кивы Виктору Медведчуку. Больше радикальный у заявок сам Дмитро Корчинский. У фейсбуке заявляет, готовый снищить канал. А накануне президентских выборов 2018 года к давлению на некоторые информационные телеканалы, которые обвиняли в пророссийске, присоединилась и Верховная Рада Украины. И она потребовала ввести санкции в отношении некоторых из них. Это в отношении 112-го телеканала и телеканала «Ньюз Ван». И что мы видим после выборов? Сейчас телеканалы 112-й, «Ньюз Ван» и вот недавно телеканал «ЗИК» перешли под полный контроль соратника Виктора Медведчука, народного депутата Украины Тараса Казака. Тарас Казак входит в десятку партий за життя. А Киева довольно неожиданно даже для многих своих соратников оказался в избирательном списке этой политической силы. И теперь он готов даже защищать некоторых журналистов «Ньюз Вана». Вступайте в профсоюз МВД, мы своих защищаем, точно с вами ничего не случится. Еще недавно некоторые из этих телеканалов блокировали из-за того, что их якобы собирается купить Медведчук. Теперь он сделал это, и никаких блокад нет. Зато один из блокадников оказался в списках его партии. Я искренне удивлен этим. А что думаете вы? Кто из этих политических сил настоящий оппозиционер? И если он настоящий оппозиционер, то к чему он находится в оппозиции? Доверяете ли вы Виктору Медведчуку, а возможно вам ближе Борис Колесников или Вадим Новинский? А может все эти люди вообще вам глубоко не симпатичны? Пишите об этом в комментариях под видео, подписывайтесь на наш канал и до следующего выпуска!